В последние дни в обществе активно обсуждается вопрос роста цен на продукты первой необходимости. Например, вот на муку. Отмечается то, что цены на нее растут, но специалисты опровергают данную информацию и сообщают о том, что цены на нее стабильны. Например, вот килограмм такой муки, которую производят у нас в Казахстане, вы можете приобрести за 25 сомов, а 50 килограммов вам обойдутся в 1250 сомов. Вопрос о росте цен на муку из Казахстана был поднят и на заседании Джоар Кукинеша. Так, депутат Джусупе Корванбайулу поинтересовался, в чем причина роста стоимости этого продукта у заместителя председателя службы антимонопольного регулирования. Хочу отметить, что с прошлого четверга цена на импортную муку растет, в основном на казахстанскую. Причина в том, что оттуда поставляемые объемы снизились. Казахстанские предприниматели не поставляют ее кыргызской стороне в нужном количестве. Рост цен на казахстанскую муку подтвердил и глава Ассоциации мукомольных предприятий Кыргызстана. Так, по его словам, рост составил порядка 10 сомов за 1 килограмм. Но цены на кыргызстанскую муку стабильны. Что касается отечественных производителей, то здесь изменений нет. Стоимость муки оптовой в мешках, она варьируется от 27 до 30 сомов за 1 килограмм. Могу уверенно сказать, что подъема цен отечественной муки отечественных производителей на сегодняшний день нет. Так, мука производится в Кыргызстане под такими марками, как Алия, Яшар, БМК, Бин Групп, Тазаджан, ИП Бегметов, Айдан Нур, Москва, Айзи, Орион Экстра и ОПК. Муку данных фирм в столице вы можете приобрести на Орском, Аламединском, Ортасайском и Дорлой Моторс рынках. А также в городах Токмок, Кант, Харабалта и в селах Сокулук и Беловодское. Так, в связи с данной проблемой, заместитель председателя Кабинета Министров Бахкат Турюбаев провел совещание с руководителями государственных органов, ассоциациями мукомолов и нефтетрейдеров по вопросам продовольственной безопасности. В ходе совещания Бахкат Турюбаев отметил, что в случае ажиотажа, связанного с возникшим дефицитом шеницы, Фонд государственных материальных резервов разбронирует необходимое количество зерна для мукомольных предприятий. В данное время сейчас у нас по 1250 сомов мешок муки продается, килограмм это по 25 сомов. Антимонополия нам установили сене, по этой сене мы продаем. Кроме муки у нас сахар тоже достаточное количество, по 65 сомов килограмм. В всех областях сейчас у нас склады есть, достаточное количество сахара тоже есть. И растительное масло. Растительное масло литр 90 сомов стоит, 5-литровый получается 450 сомов. Как отметил Базарбай Мусабеков, в Госматерезерве в достаточном количестве хранятся продукты первой необходимости, такие как подсолнечное масло, сахар и в том числе мука. Эти запасы смогут обеспечить продовольственную безопасность государства минимум на 5 месяцев.